Девесил британский. Народное название этого растения золотушник, лесная желтуха, золотарник, горькуша, кровянка и боровник. Время цветения июнь-август. Встречается почти повсеместно в европейской части России. Растет по берегам рек, островам, влажным сливным лугам, лесам, изредка по сорным местам и вдоль дорог. Применяемая часть – трава. Время сбора – июнь-август. Химический состав. В листьях обнаружены уксусная, бензойная и фолиевая кислот. Корни травы содержат до 45% полифруктозана и нулина – своеобразного растительного энергетического аккумулятора, который иначе называют инвертным сахаром. Это вещество-пробиотик с успехом изменяет сахар и крахмал в диете диабетиков. Также в составе девесила британского присутствуют горечь, смолы, слизи, пигменты кверцитрин и изокверцитрин, сапонины, флавоноиды, витамины С и Е. Также в состав входят железо, магний, кальций, марганец, калий, камедь, пектин, алкалоиды и до 5% эфирного масла, основу которого составляют сексвиттерпеновые соединения – лактоны. Застывая на воздухе, они образуют кристаллическую субстанцию, называемую геленин, который хорошо действует против круглых гельминтов, в частности аскорид. Лечебные свойства. Девесил британский действует как регулятор пищеварительных процессов, как спазмолитик, используется как противодиабетическое, отхаркивающее, противовоспалительное, антигельминтное, обеззараживающее, диуретическое и противоревматическое средства. Применение девесила в лечебных целях. Чай и отвар полезны при сахарном диабете второго типа и самых разных нарушениях функций желудочно-кишечного тракта. Это гастрит, язву с желудкой, 12-перстной кишки, диарея, гепатит, желудочные колики, спазмы кишечника, заражение паразитами. Спиртовые экстракты служат для борьбы с бронхиальной астмой, пневмонией, гипертонией, гинекологическими болезнями и заражением крови. Наружно спиртовые экстракты применяются при кожных инфекционных заболеваниях, ревматизме, радикулите, подагре, люмбага, воспалении седалищного нерва. Коктонизирующие используются для улучшения физического состояния, повышения концентрации внимания, стрессоустойчивости, активации иммунитета и стимуляции сексуальной функции. В народных рецептах используются корни и листья девесила британского, реже свежие цветки. Листочки заготавливают во время цветения и сушат в тени или в помещении, а корни выкапывают осенью. И сейчас я хотела бы с вами поделиться некоторыми рецептами и как приготовить чай из девесила, который можно использовать как отхаркивающее, противокашливое и общеукрепляющее средство. Для приготовления такого чая нужно взять термос и налить туда 1 литр кипятка и добавить 1 столовую ложку сушеных корней девесила. Подержать закрытым термос 15-20 минут. Напиток горчит, при желании можно разбавить кипяченой водой и добавить немного меда, сироп или варенье. Можно также приготовить настой при болях во внутренних органах, связанных с подъемом тяжестей. Для этого нужно взять 1 цветок девесила и залить его стаканом кипятка. Настоять 15 минут и затем сразу его выпить. Также из девесила британского можно приготовить мазь, которую можно использовать при незаживающих ранах, ожогах и шелушениях. Для этого сухие корневещи размолоть в порошок, подготовить жировую основу. Можно взять топленое масло или животное сало без прожилок, либо твердый растительный жир, это пальмовое или кокосовое масло. В разогретый жир, его нужно взять 5 столовых ложек, добавить 1 столовую ложку полученного порошка, размешать до однородной массы и проварить около четверти часа. Продукт скоропортящийся и нет смысла готовить в больших порциях. Хранить его нужно в холодильнике. Применять при незаживающих ранах, при ожогах и шелушениях. Можно приготовить медовый сок на основе девесила британского. Для этого нужно свежее цельное растение, все его части, пропустить через соковыжималку и смешать в равных пропорциях с жидким липовым каштаном или любым другим медом. Употреблять этот сок нужно по чайной ложке за 10-20 минут до еды. Также можно приготовить настойку на спирту, которую можно использовать при гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, при гипертонии и при артрите. Для этого нужно на пол-литра водки взять 1 стакан протертых свежих корневищ. Все это смешать, плотно закупорить и убрать в темное место на 9 дней. Каждые 3 дня хорошенько встряхивать содержимое. Затем слить полученный экстракт через слой марли в отдельную бутылку. Хранить это средство нужно в темноте. Использовать по 1 чайной ложке на стакан питьевой воды 3 раза в день. У девесила британского имеются противопоказания. Не рекомендуется его использование гипертоником, людям с пониженной кислотностью желудка, поскольку действие компонентов девесила угнетает его ферментную функцию. Также нельзя использовать пациентам, страдающим хроническими запорами, сердечными патологиями, а также беременным и женщинам со сниженной интенсивностью менструации.